Победа Благовещенск Победа Благовещенск Победа Благовещенск В 2015 году у нас появились новые мастера спорта в гимнастике, плавании, тяжелой атлетике, кикбоксинге, джиу-джитсу, смешанных единоборствах и других видах спорта. В течение всего года нас радовали спортсмены на международных, всероссийских соревнованиях такого направления, как ушу, гимнастика, карате, самбо, кикбоксинг. Не забывали в 2015-м и о людях с ограниченными возможностями. Традиционная спартакиада снова объединила инвалидов со всей области. Отборочные соревнования проводили города и районы. Финал был в Благовещенске. Настольный теннис, армрестлинг, шашки, шахматы, бильярд, дартс, пулевая стрельба. Этот список дисциплин организаторы ежегодно согласовывают с мнением самих участников спартакиады. Также Благовещенск традиционно принимал и финал областной спартакиады пенсионеров. Уважаемые спортсмены, тренера, преподаватели, учителя физкультуры. Все те, кто пропагандирует здоровый образ жизни, развивает спорт и физическую культуру в городе Благовещенске. Разошли мне от себя лично, от управления по физико-культуре, спорту и делам молодежи. Поздравить вас с Новым годом, пожелать вам здоровья, счастья, успехов, семейного благополучия. И пускай то, что у вас не получилось в 2015 году, у вас получится в 2016. С наступающим Новым годом! Новогодние каникулы будет куда сходить любителям спорта. Уже 2 января на лед Спартака снова выйдут хоккеисты. Здесь пройдут очередные игры городского первенства. А с 5 по 8 число 5 детских команд сразятся в турнире на призы Федерации хоккея. Прием заявок от команд продолжается. 3 января в спорткомплексе «Юность» стартует зимнее первенство города по мини-футболу. Игры пройдут до 28 января. 7 числа в Маховой паде на турбазе «Россия» пройдет ежегодная рождественская гонка. В этот же день «Юность» будет принимать турнир городов Дальнего Востока по самбо. А 9 января любители автоспорта приглашают на Чигиринское водохранилище. Здесь пройдет первый этап чемпионата области по зимним ледовым гонкам. Таким нам запомнился уходящий год. В 2016 мы вновь будем следить за спортивной жизнью при Амуре и рассказывать вам о самых важных новостях. Ну а на сегодня это были все новости спорта. Увидимся с вами в следующем году. С наступающим! Субтитры создавал DimaTorzok